Белорусам стали приходить извещения от налоговой на уплату имущественных сборов. До 1 сентября всем владельцам недвижимости, а также авто, доставят уведомления, как правило, почтой. Обладатели личных кабинетов плательщиков получат электронные документы. Раньше вместо одного отправляли сразу три квитка. Белпочта предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники связываются с жертвами по телефону, предлагают забрать посылку, которая якобы пришла наложенным платежом на их имя, требуют как можно скорее оплатить. Однако сотрудники организации информируют клиентов о поступлении отправления только посредством сообщений на вайбер, смс или с помощью бумажного извещения в почтовый ящик адресата. Профсоюзы Могилевского региона проводят акцию «Первый раз в первый класс». В этот период первички и наниматели помогают с канцелярскими принадлежностями, одеждой и обувью родителям-школьникам. Особое внимание уделяют ребятам из многодетных и неполных семей. Только в прошлом году помощь получили 900 человек. В Могилевской области ГАИ ведет усиленный контроль за сельхозтехникой на дорогах. Без нарушений не обходятся. За езду без прав к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц организации и хозяйств АПК. За неисправную технику – 32. В стране вступили в силу новые правила рыболовства. Изменения коснулись способов и места ловли, ограничений по весу и количеству вылова, плюс аренды водоемов. И это – лишь малая часть нововведений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова